Найти в себе смелость и попробовать себя в цирковом жанре это сложно, но вот ты бы смог стать археологом. Знаешь, приключения Индианы Джонс меня всегда привлекали. Ну это да, но мне что-то подсказывает, что там только романтика от археологии. Да плюс если столкнуться с реалиями, и у нас нет таких тайн. Я думаю, ты ошибаешься, а вот опровергнет или же наоборот подтвердит мои слова наш гость Романов Родион, активист клуба «Наследники Победы». Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну-ка, теперь я прав или нет? Есть что у нас искать? На самом деле искать есть везде, и что искать тоже есть. Но что касается археологической романтики, это, наверное, такой большой вопрос. Все зависит от того, наверное, в каком направлении археологии ты работаешь. Там же тоже есть разные направления. Я знаю, что вот последняя была на пороховом погребе, на месте порохового погреба. Что там нашли, и есть ли там, да, еще раз повторю, есть ли там что искать? На самом деле на пороховом погребе мы уже проводим второй год раскопки. Все глубже и глубже. Все глубже и глубже, да. Ведем эти раскопки, все большие территории исследуем. Это такое черное где-то место, как с точки зрения геодезии, месторасположения, с точки зрения истории. Не секрет уже ни для кого, что в 37-м году по 39-й год там велись расстрелы репрессированных. Вот, очень много людей было расстреляно. Мы же свою работу выполняем, мы эксгумируем эти останки, смотрим, проверяем, ищем какие-либо доказательства, к чему можно привязаться. В прошлом году нами были найдены соответствующие документы. Даже получилось найти семью одного из репрессированных. Прям документы, это бумага? Это бумага, это была квитанция изъятия имущества с указанием фамилии. Фамилия была еле-еле видна на этой бумаге, но специалисты смогли восстановить буквы, то есть очень ярко это было видно. И на основании этого управление культуры Террасполя проделало работу и нашли семью, нашли дочь репрессированного. Как они отреагировали на это? Спустя столько лет? Вы знаете, в прошлом году была съемка фильма, документального фильма, где коснулись момента этих самых репрессий. Вот этот фильм, наверное, передает то, чего нельзя передать словами. То есть женщина, дочь того репрессированного, смогли сделать инсценировку этого всего и показать, как ей было тяжело, и в то же время, как она была рада сейчас, когда нашли место, где все-таки захоронен и перезахоронен ее отец. Проявили свет на историю. Так точно, да. Именно действительно проявился свет на историю. Мы смогли, помимо этого, восстановить по одной фамилии всех репрессированных в той расстрельной яме, в которой находился репрессированный под фамилией Вайс, вот, ну, то есть не просто один человек, да, вот было найдено 76 человек, и мы точно можем сказать пофамильно, кто в этой яме был захоронен. Что сейчас вы там еще продолжаете искать? Да, вот после последних съемок, когда приезжали журналисты Первого Приднестровского, буквально через пять минут после отъезда был найден еще такой интересный, наверное, артефакт, редкий. Это крест. Это православный крест. Причем интересно то, что помимо того, что хорошо сохранился металл, сохранилась еще веревка, на которой находился этот крестик. Хотя веревка самая, что ни на есть, простая, не пропитана никакими маслами. А последняя яма показала, что одежда вся и сливает. Вот у меня на руках, я его взял в студию, этот крест. Наверное, его можно. Продемонстрировать. Да. Прям с веревочкой, рядом с ним была записка, сейчас ведется экспертиза этой записки. То есть ее тоже прочитать очень сложно? Ее, знаете, ее можно прочитать, нужно просто посидеть и поиграться с текстом, который там написан. Ну, очень удивительно, что спустя столько лет сохраняется в таком состоянии вещи. Потому что там специальная какая-то особая земля. Ну, первое, действительно, большая часть сохраненности вот этих наших находок зависит от грунта. То есть, если грунт плотный и туда не попадает кислород, мы можем детально восстановить, ну, наверное, процентов 45 из находок. А как вы вообще находите места, где надо вести, скажем так, раскопки, поисковую деятельность? Потому что знаем, что были еще и на территории Ильич-городка, но там тоже наткнулись случайно. Да. Значит, первое, у нас в этом году была оказана помощь. Впервые был применен георадар, который показал сдвиги почвы в тех или иных местах. Также в этом году действительно были найдены останки немецких солдат на территории Ильич-городка. Получилось это случайно, то есть там никакой техники специализированной не использовалось. Когда велись строительные работы, копался котлован под заливку фундамента, рабочими были обнаружены кости. Попросил оказать содействие в эксгумации этих останков. Во время эксгумации нами были найдены артефакты при поддержке наших товарищей, потому что начались буквально сразу же звонки. Это наши приднестровцы, которые имеют информацию и разбираются в этом. Это люди, которые живут за границей, когда-то занимались этим в Приднестровье. Благодаря этому всему у нас получилось восстановить и показать то, что там захоронены именно немецкие солдаты. В этом году было принято решение, мы считаем, что это решение адекватное. По закону и по всем нормам, в том числе международного права, мы останки передаем, получается, в посольство того государства. И все находки тоже? Нет, находки, скорее всего, и так оно, скорее всего, и будет, перейдут в наш музей. Планируются ли у нас в этом году еще какие-то раскопки или есть уже планы на будущий год? Ну, сейчас первое движение «Наследники Победы» занимается разработкой плана на следующий год. Это тоже будет довольно-таки яркий год. В том числе, скорее всего, будут продолжены раскопки на территории порохового погреба Тираспольской крепости. Помимо этого, будет, опять же, проведено ряд военно-патриотических мероприятий, все силы, в которые мы в последнее время стараемся вложить и привлечь молодежь. Помимо этого, наверное, уделим отдельное внимание спортивным мероприятиям и уже далее будем смотреть, как у нас будет двигаться сам год. Потому что одно дело, когда ты планируешь с конца года, а второе дело, когда это идет в течение года и как все меняет. Спасибо вам, что пришли к нам. Мы обязательно еще с вами встретимся. Мы будем следить за раскопками и находками в нашей стране. Оказывается, и романтика, и все присутствует. Мы вам желаем дальнейших успехов и продвигаться дальше и дальше. Спасибо.